Спасибо большое, уважаемая Ирина Валерьевна, уважаемые коллеги. Я, если возможно, начну сразу с презентации, а дальше вы сможете задать интересующие вас вопросы. Сегодня мы с вами обсудим вопросы, связанные с финансированием онкологических заболеваний в системе обязательного медицинского страхования. Но, предваряя свое выступление, я хотела бы обратить ваше внимание, что, безусловно, финансовое обеспечение лечения онкологических заболеваний осуществляется из различных источников. И система обязательного медицинского страхования, средства обязательного медицинского страхования – это, пожалуй, важный, но не единственный источник для финансирования. Также у нас осуществляется финансирование за счет средств федерального бюджета отдельно, прежде всего, лекарственного обеспечения средств бюджетов субъектов, ну и иных средств, предусмотренных законодательством. Вместе с тем, в настоящее время средства обязательного медицинского страхования – это существенный пул средств, который направляется на лечение онкологических заболеваний. Не буду долго останавливаться на тех позициях, связанных с проектом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Федеральный фонд и система обязательного медицинского страхования является соисполнителем этого проекта в части финансового обеспечения непосредственно лечения. Мы не закупаем оборудование, но мы обеспечиваем доступную и качественную медицину для тех пациентов, которые в этом нуждаются. Второй год у нас уже движется наш проект и те финансовые ресурсы, которые предусмотрены на его реализацию, они по-настоящему беспрецедентны. Вы можете обратить внимание на цифры, представленные на слайде. Если 2019 год это было в составе программы госгарантий 200 миллиардов рублей, то 2020 год это 271,3 миллиарда рублей. Вряд ли какой-либо еще другой проект может сравниться с темпом роста затрат на лечение онкологически, на лечение вообще каких-либо заболеваний. Мы должны отметить, что существенные расходы, дополнительные расходы предусматриваются как на противоопухольную терапию. Если прошлый год это было 70 миллиардов рублей, дополнительных средств, не всего, а дополнительных, то в этом году это уже 95 миллиардов рублей. Этот год охарактеризован переводом из второго перечня ВМП, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, отдельных методов лечения лучевой терапии, а также у нас предусмотрено существенное увеличение объемов и стоимости хирургического лечения для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. На что хотелось бы обратить внимание. Несмотря на те сложные последние три месяца жизни нашей страны, связанные с распространением коронавирусной инфекции, правительством были созданы все условия для того, чтобы ни в коей мере оказание медицинской помощи больным онкологическим заболеваниям не прекращалось. На местах были созданы специальные маршруты для пациентов, которые позволили им сохранить преемственность лечения, в том числе при получении химиотерапии и других методов исследования. И мы это видим на уровне абсолютно достоверном использования средств, которые мы предоставили субъекту Российской Федерации. Использование средств за пять месяцев текущего года составило почти 98% от объема предоставленных ресурсов. Что это значит? Это значит, что помощь оказывалась и оказывалась ритмичной и плановой в соответствии с теми объемами государственного заказа, которые были распределены по лечебным учреждениям. И даже коронавирусная инфекция не помешала, ну вот такой ритмичной работе лечебных учреждений. Также мы с вами видим, что по сравнению с 2019 годом у нас увеличены, ну практически 30% рост средств, направленных в условиях круглосуточного стационара, и 58% за сопоставимый период прошлого года увеличения объема средств, направленных на лечение в дневном стационаре. А как мы с вами знаем, это преимущественно химиотерапия. Таким образом, даже опосредованно видя те параметры, которые представлены на слайде, можно сказать, что никаких существенных провалов в лечении больных онкологическими заболеваниями в настоящее время не усматривается. Вот в разрезе субъектов, с учетом того, что средний уровень использования средств, ну почти 98%, вы видите по субъектам, что даже имеется некоторое увеличение плановых объемов использования, то есть ни о каких провалах, еще раз повторяю, финансирование, даже вот наглядно в разрезе субъектов, мы не можем говорить, а, конечно, более явным является и существенный рост использования средств, направления на оплату медицинской помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует прежде всего о том, что все-таки довольно такое медицинское сообщество, трудно перестраиваемое к работе, наконец понимает, понимает, что и появились новые возможности, никто их за назначение, в том числе дорогостоящих схем лечения, ругать не будет, как мы уже обсуждали раньше. Появились возможности, связанные в том числе с проведением молекулярной генетики, которая тоже оплачивается за счет системы обязательного медицинского страхования, в том числе даже при необходимости пересыла молекулярно-генетических исследований из одного региона в другой, это тоже все оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, иммуногистохимические анализы тоже у нас включены в систему обязательного медицинского страхования, Поэтому вот тот дополнительный ресурс, который получили субъекты с учетом не только средств, предусмотренных на лечение, но и на диагностику, как раз привело к тому, что более активно, живо стали назначаться в том числе такие современные схемы, которые раньше не то чтобы про них не знали наши онкологи или химиотерапии, да безусловно знали. Но у них не было возможности дополнительных исследований, а просто так без этих исследований назначать таргетную терапию в этом нет никакого смысла. Поэтому мы здесь и видим достаточный рост в том числе по назначению дорогостоящей терапии. Здесь на слайде представлена информация, как по группам лечения распределилось использование средств. Видите, большинство средств направлено на химиотерапевтическое лечение. Мы видим существенное увеличение стоимости онкологической, хирургической помощи. Также у нас направляются средства в том числе на лучевую и лучевую в сочетании с противоопухолитерапией. Это тоже направление, которое мы мониторируем. Что касается объемов медицинской помощи, то в целом по Российской Федерации мы видим рост объемов оказания медицинской помощи как в суточном стационаре, так и в дневном стационаре. Поэтому это еще раз подтверждает с двух сторон тот тезис, о котором я говорила раньше, что оказание онкологической помощи ни в коей мере не было остановлено даже в период пандемии и продолжающейся такой сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране. Что касается стоимости медицинской помощи, то уже второй год это новелла, в принципе можно так сказать, и по одному другому профилю таких решений не принято, а именно только по онкологии для того, чтобы защитить или, как правильно сказать, окрасить те средства, которые предоставляются на лечение онкологических пациентов. В программе государственных гарантий Российской Федерации выделены так называемые нормативы финансового обеспечения онкологической медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также объемные показатели. То есть мы в чистом виде можем контролировать, мониторировать исполнение как финансовых, так и объемных показателей в соответствии с установленными критериями программы государственных гарантий. Поэтому в целом мы видим по Российской Федерации норматив установлен у нас в круглосуточном стационаре 100 800 рублей с ростом в 31% к уровню 2019 года. По состоянию на 1 июня 5 месяцев текущего года средняя стоимость составила 84 000 рублей. Вместе с тем по отдельным субъектам Российской Федерации мы видим существенный рост по сравнению с прошлым годом. И безусловно ресурсы будут использованы нашими регионами в полном объеме. Здесь мы никаких рисков в принципе вообще не усматриваем. Это картина с круглосуточным стационаром, это картина дневного стационара. Также у нас в программе госгарантий установлен норматив в 77 600 рублей по дневному стационару. Фактическое достижение составило 72 000, то есть практически мы вышли на плановые значения. Что касается показателей фактических, то тоже приведены на слайде отдельные субъекты Российской Федерации, из которых мы видим существенный рост финансовых ресурсов, которые направляются на лечение онкологических больных. Наверняка обратите внимание, показатели города Москвы, вроде бы 44 000, но здесь отдельная несколько ситуаций по сравнению с вообще всей страной. Москва дополнительно еще выделяет существенные объемы средств на предоставление лекарственных препаратов, поэтому для лечения в дневном стационаре, как правило, препараты приобретаются либо для поддерживающей терапии, либо для первого курса лечения, все остальное предоставляется по региональной льготе. Ну, Москва может себе это позволить, остальные субъекты действуют, и у них достаточно ресурсов в системе обязательного медицинского страхования. Также следующий показатель, который мы, безусловно, мониторируем в системе ОМС, это кратность проведения схем химиотерапии. В целом по году плановый наш показатель – это 5,5-6 курсов химиотерапии на каждого пациента. Безусловно, это средний показатель, кому-то надо 10, а кому-то надо 3. Ориентировочный показатель 5,5, еще раз повторяю, 6. Уже за 5 месяцев текущего года кратность госпитализации у нас составила 3,3, то есть мы движемся очень так ритмично. Это выше показателя прошлого года. Ну и в разрезе субъектов Российской Федерации вы видите довольно такие обнадеживающие, я бы сказала, показатели, которые характеризуют ритмичность работы вообще системы оказания онкологической помощи на местах не только в городах федерального значения, но и по всей стране. Вы видите перечень субъектов, он включает практически все наши федеральные округа и Сибирь, и Дальний Восток, и Приволжский округ, Севастополь представлен и так далее. Поэтому говорить о том, что вся помощь сконцентрирована сейчас только в городе Москве и Санкт-Петербурге, это неправильно. Система оказания онкологической помощи, безусловно, развивается. Что касается химиотерапии, то этот год стал новеллой очередной. Мы добавили в том числе дорогостоящие, еще добавили дорогостоящих схем в нашу систему оплаты медицинской помощи, позволили, вот алектинид дополнительно введен, позволили, значит, расширить сами схемы с учетом мнения медицинского сообщества. И, конечно, каждая схема оплачивается в полном объеме, и нет никаких изъятий. И если, пользуясь случаем, что присутствуют пациентские организации, просто пациенты, заинтересованные в оказании такой медицинской помощи, если вам врач или какой-то другой медицинский работник, главный врач, говорит, что на что-то ему территориальный фонд денег не дает или не оплачивает, самый главный ваш помощник – это страховая компания, страховая медицинская организация. И у каждого из вас есть полис обязательного медицинского страхования, на который указан в том числе телефон для связи. И как только вы понимаете какую-то несправедливость по отношению к вам, в том числе вдруг какую-то недоступность медицинских препаратов или отказ в проведении лечения, первый звонок должен быть в страховую медицинскую организацию, которая организует оказание вам медицинской помощи. У меня даже в этом сомнений нет никаких. Еще раз хочу обратить внимание, что и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, и эндоскопические диагностические исследования, и молекулярно-генетические исследования, в том числе с целью выявления онкологических, и гистологические исследования. Все эти исследования, которые нужны для лечения онкологических пациентов, для подбора лечения, для назначения лечения, Для контроля за проведенным лечением и выработки тактики лечения все они включены в систему обязательного медицинского страхования, все они обеспечены и нормативами объемов медицинской помощи и финансовыми нормативами. И все это предоставлено и входит в состав тех средств, которые направляются в регионы нашей страны для оказания медицинской помощи. Поэтому никакого недостатка средств на проведение подобного рода диагностических исследований у нас не существует. Они все, что называется, окрашены. Что касается применения схем. Как я уже сказала, у нас несколько расширился диапазон применяемых схем. И мы видим по стране, что движение у нас есть. Применение схем неплохое. Конечно, безусловно, федеральный фонд, являясь все-таки финансово-кредитным учреждением, мы с собой не подменяем решения лечащих врачей. Но вместе с тем, почему мы об этом на всех площадках говорим, для того, чтобы врачи понимали, что у них есть инструменты для современного лечения пациентов. С применением различных препаратов так, как это предусматривается, клиническими рекомендациями. А не так, как они чему-то научились 20 лет назад и используют один препарат на все случаи жизни. К сожалению, такие неприятные случаи у нас тоже встречаются. Мне хотелось бы, чтобы это было и впредь. Что касается лучевой терапии, еще раз хочу обратить внимание. Мы перевели из ВМП второго перечня применение отдельных методов лучевой терапии, конформной, современной лучевой терапии, точечно действующей. Теперь не надо получать никаких квот на ее оказание. Все это включено в базовую программу обязательного медицинского страхования. И, безусловно, вот за пять месяцев треть, больше трети средств уже использовано. Это свидетельствует о том, что также ритмично субъекты Российской Федерации направляют на лечение либо в своей клинике, либо в клинике, находящейся в соседних регионах, на проведение вот такой современной лучевой терапии. Следующий слайд – это онкогематология. Буквально несколько слов скажу. 2020 год стал годом, когда в тот объем финансовых ресурсов и объемных показателей у нас погружена и онкогематология. Весь 2019 год мы обсуждали эту проблему на разных площадках. И вот было принято решение в программу борьбы с онкологическими заболеваниями погрузить и онкогематологию. С этого года она погружена и вы видите никакого снижения объемных показателей. В целом по Российской Федерации пять месяцев текущего года самые свежие данные. Рост на 20%, почти на 21-26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По деньгам тоже нет никаких снижений в целом по Российской Федерации. Рост 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также мы наблюдаем рост средней стоимости лечения. Поэтому и в разрезе субъектов, чтобы это не было голословной абсолютно такой информации, тоже перечень субъектов представлена абсолютно такой разной. От Москвы до Калининграда, также и Сибирь, и Приволжье, и Крым. Вы видите абсолютно во всех регионах нашей страны не забыты наши онкогематологические больные, хотя работа по дополнительным возможностям, связанным с применением дорогостоящих препаратов для лечения онкогематологических больных, будет продолжена в 2021 году. Единственное, что я могу сказать здесь, что лечение онкогематологических пациентов, она же еще включена в высокотехнологичную медицинскую помощь, особенно дети. Поэтому здесь не в полном объеме, как солидные опухоли погружены в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому есть еще дополнительный ресурс, это использование тех квот на оказание медицинской помощи онкогематологическим больным с применением таргетных препаратов. Это все, что...